Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев. И я сегодня к вам с потрясающими идеями, что можно приготовить из макарон. Все рецепты будут очень простые, некоторые настолько лентяйские, что будут готовиться за считанные минуты. Так что вы без труда сможете приготовить вкусный обед или ужин. С вас по традиции лайк и любой комментарий под роликом, это очень помогает каналу продвигаться. А я вам расскажу все рецепты. Для первого рецепта понадобится всего три ингредиента, и у вас будет очень вкусное, сытное блюдо. Разогреваем сковородку, выкладываем фарш. У меня говяжий. Посолили, поперчили, добавляем специи по вкусу. Я взяла молотую паприку. И обжариваем. Параллельно варим макароны. Обжариваем фарш до золотистого цвета, а затем добавляем готовые баклажаны с овощами. У меня вот такая банка. Вместо нее подойдет просто баклажанная икра. Тоже будет вкусно. Перемешали и тушим до готовности фарша. А затем добавляем к макаронам. А еще покажу, как можно легко и просто сделать невероятно популярное блюдо – спагетти карбонара. В подсоленной воде варим спагетти до готовности. Параллельно нарезаем бекон на небольшие кусочки. Обжариваем его на среднем огне до золотистого цвета. В отдельной миске разбиваем 3 яичных желтка. Добавляем 2-3 столовые ложки пармезана или просто натертого сыра. Перемешиваем и посыпаем черным молотым перцем. Соединяем спагетти с беконом. Выключаем огонь. Добавляем яйца и быстро перемешиваем. Посыпаем тертым сыром. Еще немного молотого перца. И паста готова. Получается очень вкусно. Ничуть не хуже, чем в дорогих ресторанах. Следующий рецепт максимально простой и очень быстрый. На разогретую сковородку выкладываем банку консервированного тунца. Добавляем томатную пасту. Можно добавить специи на свой вкус. У меня сушеные капказские травы и молотый чеснок. Тушим пару минут. Добавляем макароны. Все перемешиваем. И вкусный ужин готов. А прежде чем показывать следующий рецепт, хочу показать одну новинку, которую я заказала для своей кухни. Давно хотела приобрести качественный комплект в одном стиле. Заказала на Озоне. Тут 6 предметов. Половник, шумовка, лопатка, ложка с прорезями, щипцы и ложка для спагетти. Плюс подставка. Бренд называется Бавери. Что мне понравилось, здесь удобная бамбуковая ручка, которая не нагревается. И удлиненная основа из пищевого силикона. Это удобно, потому что и руки не обжигают паром. И когда готовишь блюдо, типа борща, деревянная ручка не окрашивается, а силикон легко отмывается. Смотрится очень стильно. И к тому же, теперь во время готовки все будет под рукой. Кроме того, набор можно развесить на крючках. И это тоже будет очень красиво выглядеть. Такой набор можно заказать на Озоне и на Wildberries в черном или розовом цвете. Ссылку я оставлю в описании под видео. Следующий рецепт очень быстрый и он специально для тех, кто не ест мясо. Варим спагетти в подсоленной воде. Параллельно на сковородку выкладываем томаты в собственном соку. У меня они уже сразу нарезанные. Солим, перчим. Добавляем специи по вкусу. Я взяла сушеную зелень. Тушим на медленном огне. А сами в это время нарезаем горсть оливок и перец. Можно взять острый, можно сладкий, болгарский, какой хотите. Выкладываем к томатам. Добавляем готовый спагетти. Здесь как раз пригодится рогатая ложка из нового кухонного набора. Ей очень удобно подцеплять спагетти. Все перемешиваем. И легкие вегетарианские макароны готовы. Получается очень вкусненько. С такой интересной кислинкой от оливок. Хотя я бы, конечно, на свой вкус туда и мяско добавила, и сыра. Но это уже, как вы понимаете, по желанию. Можно, кстати, вместо этих овощей добавить, например, грибочки. Тоже будет очень-очень вкусно. Следующий рецепт понравится любителям морепродуктов. Особенно креветок. Сделаем спагетти с креветками в сливочном соусе. Варим макароны в подсоленной воде. Параллельно разогреваем сковородку. Добавляя растительное масло и кусочек сливочного. Выдавливаем пару зубчиков чеснока. Добавляем очищенные креветки. Обжариваем минуту-другую, чтобы они подрумянились. После чего заливаем сливками. Солим, перчим, уменьшаем огонь и тушим минут 5, чтобы соус стал густым и ароматным. Добавляем готовые макароны. Посыпаем сыром и можно есть. Следующий рецепт не только вкусный, но еще и полезный. Потому что там будет много зелени, много грецких орехов. Все это, ко всему прочему, будет еще очень красиво. Необычно получатся такие зеленые макарошки. Потрясающий на вкус. Обязательно попробуйте. Варим макароны в подсоленной воде до готовности. Сами в это время делаем соус. В блендер закидываем листья базилика или шпината. Туда же добавляем горсть орехов, грецких или кедровых. Пару зубчиков чеснока. И все перемалываем. Подсаливаем, добавляем растительное масло. И еще раз перемалываем. Получается домашний соус песто. На сковородке обжариваем бекон. Вместо него можно взять нарезанную ветчину, колбасу, сосиски или обжарить куриное филе. Соус соединяем с готовыми макаронами. Перемешиваем и выкладываем на тарелку. Посыпаем сыром и добавляем обжаренное мясо. Вот такая красивая и вкусная паста у нас получается. И покажу, как можно сделать похожие макароны, тоже соусом песто. Но вместо домашнего будем использовать магазинный. И тем самым очень сильно облегчим себе работу. Варим макароны до готовности. В это время нарезаем помидоры черри. Добавляем готовым макаронам или домашний соус песто, как я показывала, или магазинный. Выкладываем помидоры, перемешиваем и ужин готов. И еще покажу, как можно приготовить макароны, если вдруг у вас нет, например, под рукой плиты и есть только микроволновка. В ней тоже можно сделать очень-очень достойное блюдо. В миску выкладываем 100 грамм макарон и 200 миллилитров воды. Подсаливаем и отправляем в микроволновку при максимальной мощности на 8 минут. Сами в это время натираем сыр и нарезаем сосиски. Как только прошло 8 минут и в миске не осталось воды, выливаем сюда немного молока, добавляем сосиски, сыр, все перемешиваем и отправляем обратно в микроволновку еще минуты на 2-3 до полной готовности. Макароны получаются ничуть не хуже, чем сделанные классическим способом. Следующий рецепт, он прям царский. Там грибы, там курица, все это в сливках, это безумно вкусно, потрясающе. Нарезаем куриное филе и грибы на небольшие кусочки. Сперва обжариваем курицу до готовности. Затем ее убираем со сковородки и обжариваем грибы. Если масла не хватает, слейте его с курицы. Когда грибы почти готовы, добавляем пару зубчиков чеснока и возвращаем курицу. Параллельно у нас варятся спагетти до готовности в подсоленной воде. Грибы и курицу солим и перчим. Вливаем к ним сливки, чтобы они все хорошо покрывали. Тушим около минуты. Добавляем готовые спагетти и все перемешиваем. Еще буквально 1 минута и паста готова. По желанию, сверху посыпаем тертым сыром и украшаем базиликом. Мне кажется, от такого блюда никто не откажется. Это безумно вкусно. А вот следующее блюдо универсальное. Оно подойдет и на обед, и на ужин, и даже на завтрак. Сделаем макароны с колбаской, с сыром, яйцами, помидорами. Ребят, потрясающая штука! Варим макароны. В это время на разогретую сковородку выкладываем нарезанные помидоры. Солим, перчим. Добавляем специи по вкусу. У меня сушеный чеснок. Немного майонеза. Перемешиваем и тушим пару минут. Затем добавляем нарезанный бекон. Вместо него можно взять ветчину, колбасу, готовую курицу или сосиски. Еще пару минут обжариваем. Выкладываем сварившиеся макароны. Добавляем пару яиц. Чуть-чуть подсаливаем. Перемешиваем. И обжариваем буквально минуту, чтобы яйца не были сырыми. Посыпаем тертым сыром и блюдо готово. И покажу еще один популярный рецепт – пасту баланьеза. Ее тоже подают во многих ресторанах. При этом мы ее приготовим очень легко и просто. На сковородке обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета. Добавляем фарш и тушим минут 10. Сами в это время режем на кубики болгарский перец. И еще можно взять готовую томатную пасту или в блендере, как я, перемолоть свежие помидоры и базилик. Спустя 10 минут добавляем к фаршу болгарский перец. Тушим еще 5 минут. Заливаем томатной пастой. Солим, перчим. И на медленном огне под крышкой тушим минут 15. Выкладываем на тарелку сваренные макароны. На них фарш. Посыпаем сыром. И паста баланьеза готова. А еще я недавно снимала на канале очень вкусный ужин с макарошками, грибами, колбаской и сыром камамбер. Ну, сразу говорю, вместо него подойдет любой сыр, который хорошо плавится. Блюдо получается просто невероятнейшее. 10 из 10. Так что, если вдруг не видели этот ролик, ссылку на него я оставлю в описании под видео. А пока у меня на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели. Всего вам самого замечательного. Хорошего вам настроения. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok